В старом романсе Были слова Боже, какими мы были наивными Как же мы молоды Были тогда Сегодня первый раз За все существование моего канала Я буду показывать чужое видео Больше двух десятков лет тому назад Алла Чикичева Сняла Для ГТРК Камчатка Небольшой ролик О поэте И певце ртом головы Певце самодеятельных песен Сергея Паломаре Мы думали, что этот ролик Давно канул в нити А нет Выяснилось, что у одного Из наших товарищей Сохранилась видеокассета И Сегодня Я покажу Этот самый ролик Добавил субтитры Мы находимся В одном из многолетних Приютов авторской песни На Камчатке Алексей Тугаринов Сторож Как мне кажется Сохраняющий атмосферу И уют Тех дней Мы, наверное Немножко постарели Стали так Может на подъем тяжеловато Может еще что И В принципе редко Сейчас собираемся Потому что Ну у всех дела У всех заботы Это Вот это сейчас никуда не денешься Ну вот сегодня в гости Сергей заглянул Не знаю, на Оганек или как Сергей Паломарь Автор, исполнитель Своих песен О чем твои песни? Твои песни Наверное О моем отношении Ко всему, что происходит Ну Никогда нельзя угадать Что вдруг Где-то Заболит И захочется вдруг Это как-то Выразить на бумаге Сыграть на гитаре Это может быть впечатление От прочитанной Книги Это может быть Случайная Картинка на улице Ну Или результат Каких-то там Догадок О чем-то Лучин и дрожь У старой ведьмы За столом сидит Ивашка Из-под рубахи Светятся Ивашка Как птенцы Куровец Скрипет Куриный Когось У ведьмы Изо рта Слюна Стекает Малыш Доверчиво Берет Баранки Но лучше На нашей мифологии Нет Это показатель Нашего русского Менталитета Сидишь на печке Печка идет Говоришь И поехал И все дело Само собой Леша А ты русский Я Ну Наверное русский А кто У тебя родители Они русские Дедушки Бабушки Нет Дедушки Бабушки Значит Я в принципе Более-менее Свою Родословную знаю Вот И У меня Ну Если допустим Брать самый ближний Мой дед Монгол Чистокровный Да Но ты себя Ощущаешь русским Нет Ну естественно Я в конце концов Раньше Это пространство Называлось Советским Союзом Сейчас называется Россией Я Здесь родился Вырос Мой родной язык русский Я другого языка Никого не знаю И поэтому Я русский Да А в чем ты себя Ощущаешь Вот в чем-нибудь Монголом Да Ощущаю В чем Сложный вопрос Наверное В миропонимании Поскольку я Ближе Все же Ближе К К Востоку К Востоку К Востоку А кто ты По национальности По национальности Ну Намешано Всяких Разных Кровей Откуда ты приехал Приехал Из Казахстана Через Украину Отец У него Украинец Вот Есть там Какая-то Польская Кровь Еврейская Из моей Песни Не скроить Платья Не слепить Гимна Господу Богу Все мы Конечно Друг Друг Братья Ну Что Отец Нам Дал В дорогу Старшему Брату Коня Из Лата Серебро С Медью Получу Средний А дурак Ваняка Угадай У каждого народа В принципе Свой Миф Складывающийся Вокруг Представление О том Какой должен быть Очаг Дом Семья Работа Подвиг Война Об одной войне Тысячи Сотни мифов Поэтому В принципе Я так думаю Что Вообще Написать Какую-то Песню Не затронув Тот или иной Миф Довольно Сложно Цой Например У него Большинство Песен Основано На мифах Или Допустим На Общерусских Мифах Или Допустим На Молодежных Каких-то Мифах Когда он Поет Там Если Есть В кармане Пачка Сигарет Это В принципе Не только Молодежный Миф Но это Тоже Миф Хорошо А где Наиболее По Полный Реестр Мифов Используется Какой Списен Наиболее Полный Реестр Мифов Ну Наверное Наиболее Полный Все-таки В той Песне Которую Я еще Не написал Ну Так Может быть В Армагеддоне Потому Что Она Очень Длинная Песня Наиболее Слава Уснувшим В Армагеддоне И мечи С автоматами Бросив Как лом Анилазеры Пробуют Наизлом Электронные Блоки Зловещих Гудят Заливая В меня Информации Ят И глаза Словно Спутники Сходят С орбит Когда рвутся В мозгу Миллионы Бит Под дугою Бровей Вызревает Нарыв Долгожданный Уже Окончательный Взрыв И когда Он рванет Я не знаю Что будет Со мной Цепная Реакция Светлых Голов Серая Пыль от Людей И богов Но упрямая Ихо сожженного Дня Прохрепит Издыхая Огня Но напрасной Надежды На забыть Ее Как живучего Мне Население Мое И тотальное Максин На мини Сменив Еле слышный Но прежний Выводят Мотив Протыкая Иглой Перепонки Ушей Запуская В мозги Электрических Шей С потрохами Всего Меня Сквозь Окуляр Наблюдают Смотрите Каков Экземпляр Незаметна Работа Ночных Палачей Подрезающих Мне Сухожилия Плечей Рассыпающих Бисер Стекла На крови Рассчитавших Доятий Сражения Свои От конвульсии Устав Я почти Что Спокоен Под изящным Ножом Хирургических Воин Из наркозного Бреда Цветного Кино Не хочу Возвращаться Назад Я Но Такое Бескрайнее Поле Какая Великая Мгла Последние Искры Крови Укрыла Снег Зима И кто-то Тонкий Игул Слонкой Белым Саванам Укрою Ваши Лица Обгорелые В огне Стынет Ненависть Сурикой Черною Углу Немого Рта Тихо Как на Целом Свете На Безлюдной Остывающей Земле Поцелую На Прощанье Ваши Хладные Покойные Уста Кто это Поет В пустой Голове Моей Такое Эхо Пой Еще Сколько Сменится На Небе Без Надежных Невидимы Долгих Лунь Только Только Снова Остороженой Каплей Тишину Нарушит Тонкий Звук И Как будто В предсказании Погребенных Снегом Древних Рунь Смоет Талою Водою Все Среды Последних Ваших Мук Кто Это Поет По Еще И С улыбкой У Мадонны Выйдет Солнце В Безмятежный Небосклон И От Холода Уставш Чем определяется длина твоих песен? Длина? Да. У тебя, по-моему, песни есть, которые больше 20 минут длятся? Да, к сожалению. Это уже, собственно, и не песня. Длина ничем не определяется. Так же, как многие приходится читать, как многие авторы пишут о собственных творческих потугах, когда они начинают писать, им кажется, что получится рассказ, получается повесть, или вместо повести получается трилогия, или вместо трилогии получается 12 томов. То есть, когда начинаешь что-то писать, хочется это сказать, это сказать, иной раз уже, казалось бы, надо и закончить, а не получается почему-то, приходится длиннее. Но потом краткость это тоже особый талант. Вот я не обладаю в достаточной степени. То есть, начав писать рассказ, у тебя получилась эпопея? Да, к сожалению. Если раньше петь подобные вещи, что поет Сергей, то это да, это было бы... Кстати, по-моему, тебя бы просто-напросто не поняли. Так как у нас все было массовым, то это быть должно понятно для всех. Вот. И, допустим, из тех вещей, которые я помню, что поет Сергей, ну, не для всех непонятно, если что-то пошло. Есть вещи и до сих пор, скажем так, элитарные. Элитарные, которые недоступны. Потому что, если раньше, допустим, человека обозвать мещанином, это было оскорбление. Сейчас мы все мещане, кстати, и в этом все нормально. У нас только Филипп Киркоров дворянин, а остальные мы все мещане. Сергей, а ты себя ощущаешь мещанином? Ну, наверное, я думаю, что в каждом человеке, в принципе, есть значительная доля мещанства. Мещанство, как какой-то ярлык, стало таковым только, в общем-то, после революции, а до этого это было просто сословие. Нет, к этому относилось большинство населения, кстати, мы не берем к христианству. Это было в предыдущем и нормально. После того, как мещанство стало ярлыком после революции, это стало означать стремление к определенным вещам. Ну, поскольку... Ну, это было связано понятием пошлости. Во многом стало связано. Да, но поскольку к пошлости, как к мещанству относили стремление к уюту к домашнему чугулу, в том числе... А ты стремишься, извини, к уюту к домашнему чугулу? Я думаю, каждый человек стремится к этому. Просто одни стремятся больше, другие меньше, одни для этого готовы пожертвовать всем, а кто-то для этого только два раза пальцем больше. А ты готов пожертвовать? Ну, пока, наверное, нет. Леш, что вот это значит понять? Ну, я не знаю, что такое понять. Ну, вот этот, твой дом. Да, ну, это мой дом, потому что я его сам построил, поэтому он мой. Меня он вполне устраивает, и я не знаю. Я живу, в конце концов, здесь. Не от того, что там. Я просто живу здесь, мне здесь нравится. Здесь хорошо, свободно, и я не знаю, в большинстве случаев я один, но мне одному, скажем так, скучно-то не бывает. Я сам себе интересный собеседник, я знаю, о чем могу поговорить и как. А у меня, в общем-то, с тех пор, как я покинул отчий кров, дома такого не было. Все время было временное пристанище, как-то общежитие и так далее. Сейчас, в общем-то, я тоже живу с ощущением временности, да. Ну, а ты хотел бы иметь? Да, хотел бы. Дом, наверное, дом – это, наверное, какое-то убежище, убежище, в которое ты можешь приползти, прибежать в любом состоянии, укрыться от всего. Что для тебя тогда быт? Быт? Значит, так. А быт тоже определяется состоянием души. Можно с удовольствием, там, не знаю, чистить кастрюлю, с хорошим настроением быть при этом совершенно счастливым человеком. не зови меня, я уже далеко, подгорит опять на плите молоко кумом первый блин. Полоса следов в небе не видна, не ищи ответ, улетел куда журавлиный клик. Заморозки, заморозки. Первый ледок, белый пар над водой. Заморозки, заморозки, что ты, сынок, иди домой. Ну, еще мне нравится Камчатка. Если коротко, она мне нравится тем, что она со всех сторон открыта. Здесь в городе всегда можно перевести взгляд от серых стен, от грязных дорог, на снежные вершины, на бухту, на океан. Мне бы не хотелось уезжать с Камчатки безвозвратно. Потому что сейчас мне кажется, что трудно будет найти такое место, в котором мне было бы так же хорошо, как здесь. просто здесь я знаю, что даже если все плохо, когда я поднимаю очи горе, то как-то вот что-то мне помогает. Больше я нигде таких чувств не испытал, в отличие от городов на материке, где не видишь заката, практически не видишь звездного неба. А здесь даже в городе можно его иногда увидеть. Ну, и уж во всяком случае достаточно чуть-чуть отойти в сторонку, как сразу начинается лес или тундра. тундра. Ну, вот, собственно. Ну, а ты в тундре бывал? Ну, поскольку я работал геологом, то мне приходилось работать в Корягском Нагоре, там и леса есть, и тундра, и горы. В общем, весь набор удовольствий. А ты не жалеешь, что ты ушел из геологии? Нет, я не жалею, это был, в общем-то, осознанный шаг. Я уходил, когда еще можно было работать. просто я чувствовал, что нужно, нужно уйти. Ну, нужно уйти, и ты ушел, работал учителем в школу. Работал учителем, работал, детей в походы водил на туристической станции, работал сторожем, дворником, еще неизвестно, кем буду дальше. Ну, ты хотел бы заниматься песней профессионально? Нет, я не хотел бы заниматься песней профессионально. И этим жить и зарабатывать я бы не хотел. Почему? Ну, во-первых, я не считаю себя профессионалом, во-вторых, как только у меня появляется какой-то график, какая-то необходимость что-либо делать, мне тут же пропадает желание этим заниматься. Может быть, поэтому я и работал сторожем и дворником. Может быть, я чересчур ленивый, не знаю, или малодисциплинированный, хотя я умею выполнять и всякую нутную, тупую работу. Это к Иваношке дурачку как раз подходит. Да, вот к Иваношке дурачку подходит. Сурок лет на печи пролежать, чтобы печь сама ездила. Подлецов повидав заморских, что отнюдь не хуже наших, ощущаешь себя скитальцем, Афанасием за три моря, а не той самим Сиддхартхой на крайне Айкумены или мелким базарным бором, что у Йога стянул нирвану точно так же, как он, не зная, что же с ней окаянной делать и зачем тебе эта мудрость, то и пробу в ней, что печали, то и толку, что не бельмеса, ни свободы, ни просвета, только знай, что есть дорога, по дороге гуляет Ветер, 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 ветер. Убаюкивает усталость, но от ведой простого счастья, жбана кваса до хлеба с солью, хаты с краю большого неба, колыбели с девятым сыном и женой до самого гроба, Боже, Боже, все это было, тихо, тихо ползет улитка, по вершине чужой державы, далеко до нее и слава, тому Богу какому дело, не туда муравьиной доли, и очнувшись в поту холодном, понимаешь, что нет, не можешь, жадно ловишь полынный запах, пыль, что подымает ветер, 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 ветер. Шутовской утрезвой ухмылкой на коленях с мольбой верой, что-то в уши тебе лепечет, не угодно ли в эту пропасть вам шагнуть, а иначе хрена, ты увидишь они свободы, так и будешь травой цветами, обезьяной такой смышленой, в общем, прыгай, давай, братишка, и не в силах промолвить имя, глянуть в очи, поймать за руку, золотую съесть середину, раз последнюю свершая контролируемую глупость, ты толкаешь обрыв ногами, и тебя обнимает ветер, 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 ветер. Большинство песен рождается из какой-то случайной строчки. Она вдруг как-то появляется, ну и жалко его бросать. И зовется все-таки ветер, 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 ветер. Вот мы и посмотрели, чужой видеоролик первый раз на моем канале. Фамилии и имена авторов этого самого ролика вы увидите внизу в описании. А как же выглядит поэт и певец ртом головы Сергей Поломарь в наши дни? Ну что, давайте я вам покажу его же поющим в той самой комнате, где 22 года снималась запись, которую вы только что посмотрели. Смотрите, Сергей Поломарь, год 2020-й. И вот мы в раю на морском песке, крабы щекочут нам пальцы ног не о какой среднерусской тоске не промышляем. Я не бог о море лукое лукое днем лукое море , без луко сова диха лукое 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 море лукое песень лукоice белее муло снега песок Кровью весь берег залил закат И германит по утру висок Проскреленный месяц там назад В поле лукоем, в небом, а и ворем Весна легка, сарабадика Нежней материнской руки волна Мое и Господнее кладет Чего не то, чтобы вместе Не позволит дать вот до дна А просто вот так О лукоем, в небо и море Весна легка, сарабадика Может, вокруг всех улыбки лукавы Сияют, но Бог отвечает мне Если вот так улыбается дьявол Я на его стороне О лукоем, в небо и море Песня легка, сарабадика Да я, чтобы кадры не портить Алёха, ты в кадре всегда хорош Теперь, как вы уже привыкли Ставьте лайки Если вам нравится время от времени Узнавать что-то о Камчатке О мастерах камчатской культуры С кем вы мастера культуры Узнавать о мастерах культуры На моем канале Ежели вы не культурные Абрамы Родства не помнящие Ставьте дизлайки Пожалуйста, пишите Под роликом Ваши комментарии Вот там, вон внизу Задавайте вопросы Я все непременные Обязательно о них отвечу Можете даже попросить Чтобы я для вас снял что-нибудь Я время от времени Такие просьбы зрителей Моего видеодневничка Выполняю А ежели вы На моем канале впервые Ежели вам стало интересно И вы желаете возвращаться сюда Снова, снова и снова То сейчас в правом нижнем углу экрана Появится подсказка Выполнив рекомендации которой Вы не будете пропускать новые ролики На моем канале Вот эта подсказка Делайте то, что она вам советует Сделали Кнопочка подписаться из красной Стала светло-серой И в ней появились Два волшебных слова Вы подписаны Колокольчик вы тоже нажали Ай, молодцы, замечательно Аплодирую вам Напоминаю, что С сегодняшнего дня С 11 дня сентября Началось трехдневное Голо Саванья Я сам Никогда На такие Мероприятия не хожу И думаю, что вы тоже поступите Правильно До свидания До свидания